Шер – настоящая дива, живая легенда, которая имеет множество наград за свой вклад в музыкальную, телевизионную и кинематографическую сферу. Ее карьера началась в 17 лет, а сегодня, 20 мая, ей исполнилось 75 лет, и за годы своего творчества Шер стала рекордсменом по количеству проданных записей. Какими событиями была наполнена ее творческая жизнь, давайте узнаем. 1. Родилась Шерилин Саркисян Лапьер Боно Олман 20 мая 1946 года в Калифорнии. С отцом Шер, который работал дальнобойщиком, мать провинциальная актриса развелась еще до рождения дочери, поэтому девочка росла без отца. Хотя отчимы сменялись часто, мать восемь раз выходила замуж. 2. Как и мама Шерилин мечтала стать актрисой и, следуя за мечтой, отправилась покорять Лос-Анджелес уже в 16 лет, бросив школу. Там она познакомилась в кафе с ассистентом одного продюсера Сони Бона, который был на 11 лет старше девушки. Тот предложил ей комнату в своем доме в обмен на услуги уборщицы и кухарки. 3. Шерилин вытянула счастливый билет, потому что Сони стал ее мужем в 1963 году и пристроил к продюсеру, она начала петь на бэк-вокале у других исполнителей. Также он сам писал песни для супруги. В 1964 году Шер записала свою первую песню, использовав псевдоним Бонни Джо Мэйсон. 4. Сони и сам отлично пел, поэтому они создали дуэт, Сони и Шер, выпустили совместный альбом. Годом позже Шер записала уже сольный альбом. Но после развода дуэтом пара больше не пела, и Сони так и не смог стать популярным один без Шер. 5. В 23 года певица стала матерью, сейчас дочери Чистите 52 года. Вернее ребенку, потому что Чистите сменила пол в 2010 году и теперь это мужчина по имени Чос Бона. 6. В 1970 году Шер с мужем вели собственную развлекательную музыкальную передачу на ТВ, комедийный час Сони и Шер, которая выходила в эфир 4 года. В 1974 году Сони и Шер развелись, и перестали выпускать шоу. Но чуть позже снова воссоединились для работы, несколько трансформировав название, шоу Сони и Шер. 7. Вторым мужем артистки стал музыкант Грэг Олман. В этом браке Шер родила сына, Элайджу, 45 лет сейчас. С Грегом певица развелась уже через два года семейной жизни. Потом у нее были романы с другими мужчинами, но замуж выходить Шер больше не желала. Причем чем старше становилась сама Шер, тем моложе были ее избранники. 8. Шер еще и неплохая актриса. Все началось с участия в бродвейском спектакле, а продолжилось съемками в фильме «Силквуд». И сразу же за свою первую роль в этом кино Шер получила номинацию на премию «Оскар». Также ее можно видеть в картинах «Эствикские ведьмы», «Маска», «Власть луны». За эту роль она уже получила «Оскар», «Русалки». В роли режиссера Шер сняла фильм «Если бы стены могли говорить». 9. В 1998 году вышла книга Шер «The First Time» с ее откровениями о своей жизни, о том, как трудно быть звездой. Шер устала, у нее и прежде обнаруживался синдром хронической усталости, поэтому в начале 2000-х годов она отправилась в свой прощальный тур по 20 странам и дала 325 концертов. 10. Это турне, которое длилось три года, стало самым успешным турне «Женщина-певица». А всего она выпустила 26 музыкальных альбомов, и на протяжении 33 лет ее песни были в десятке лучших американского чарта. А самой популярной и продаваемой песней за всю карьеру стала композиция «Белив». С днем рождения, 75-летием, легендарная и неповторимая Шер «Пи-Эс». 22 мая статья будет о певце Сергее Жукове, которому исполнится 45 лет. Продолжение следует...